И у любви у нашей села батарейка! Прямой эфир телеканала Беларусь-2 в студии Жан Сенкевич, Татьяна Матусеевна. Всем привет! И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, но перед этим, Тань, к тебе вопрос. Какую музыку ты слушала по дороге на сегодняшний эфир? Был Ной Зим Си, Зим Фира, господи, прости, даже Джастин Бибер был. Джастин Бибер был? Да. А я вот что тебе скажу. Все эти музыканты начинали свою музыкальную карьеру с улицы. Это потом их заметили, раскрутили, и теперь они звезды. Знаешь, замечаю такую тенденцию, что последний как минимум год вот этих вот уличных музыкантов просто пруд прудинок. Не нравится мне одно. Они играют в переходах, а в переходах толпы людей и мешают они пройти. Вот знаю, был случай один в Москве, играли вот такие вот таланты возле метрополитена, возле входа в метрополитен, и не понравилось это работникам. А есть ли они выгонять? Есть видео, давай покажу. Так, обычные ребята-музыканты, да? Ну, не совсем обычные. Подожди, ну, по-моему, все хорошо. Ребята играют, интересно. Причем музыкальные инструменты, посмотри, какие прикольные. Это ведра. Людям, которые смотрят, им нравится, что тут плохого. Ну, нравится, да, мы видим толпун. Ну, смотри, во-первых, они прямо вот возле входа. То есть они кому-то мешают зайти, кому-то выйти из метрополитена. Ну, и во-вторых, они вот этим вот долбежкам мешают работать. А это нормально, по-твоему, то, что она ногами растолкала их музыкальные инструменты? Хорошо, что, смотри, прохожие заступились, между прочим, за музыкантов. Ну, нормально или ненормально, это не нам с тобой решать. Но, в принципе, тему нашего сегодняшнего эфира, думаю, мы четко уже описали, да, обозначили. Сегодня будем говорить про уличных музыкантов. Кто же они все-таки, бездельники или трудяги? Я говорю, что уличные музыканты — это бездельники. Я тогда занимаюсь совершенно другую позицию и буду до мозга кости отставить, что уличные музыканты — это трудяги, которых нужно поддерживать. Но помимо наших с тобой споров, я предлагаю посмотреть, что еще мы узнаем в сегодняшнем эфире программы «Пин-код». Сегодня в «Пин-коде» эксперимент от Екатерины Додеркиной. Узнаем, сколько может заработать уличный музыкант за один час игры в переходе. Кто все эти люди? Познакомим тебя с самыми интересными музыкантами Минска, которых ты наверняка видел на улицах и в переходах. Расскажем, что нужно для того, чтобы стать уличным музыкантом и в каких местах тебе играть не стоит. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Пин-код». А на нашей плазме уже открыта наша официальная страничка ВКонтакте, которая называется «Пин-код». Если вы еще не вступили, обязательно входите и вступайте в нашу официальную группу, где мы предлагаем вам принять участие в вопросе. Нужны ли вашему, нашему городу музыканты? Ты что? Я сразу голосую за вариант «да». Я голосую за «нет», но ты уже проголосовал, поэтому я попозже зайду со своего мобильного устройства и проголосую. А также у нас есть интерактив, который звучит так. Какие эмоции вызывают у вас уличные музыканты? И вот какие? Пишите вот под этой вот записью. Таня, я надеюсь вот на что. После того, как мы пообщаемся с нашими первыми гостями, твое мнение по поводу уличных музыкантов кардинально поменяется, потому что желание этих девчонок быть уличными музыкантами бьет через край. У нас уже в гостях Александр Царева и Даша Зюськевич. Девчонки, привет! Привет! Знаю, что у вас было желание играть на улицах, но произошел какой-то казус. Что случилось? Мы, как обычно, первый раз, когда мы начали играть на Немиге, всем нравилось, останавливались, люди смотрели на нас, но потом пришли злые тети, работники метрополитена, и сказали, что мы не можем играть, лучше бы мы шли учить уроки. Но все было достойно, не так, как на видео, которое мы только что показывали? Нет, все было очень интересно. Это был причем первый раз, когда вы вышли, да? Это был первый раз вообще, да. Слушайте, ну странно. Хорошо, а давайте так, у меня вот такой вопрос. Ваше желание играть на улице, да, оно с чем связано? Вам не хватает денег, которые вам дают родители на карманные расходы? Нет, нет, нет. Почему вы хотите играть? Мы играем, потому что мы хотим поделиться нашим творчеством с остальными людьми, чтобы люди проходили и радовались. На чем вы играете? Я на гитаре. А я на скрипке. А как вот ваши родители относятся? И сверстники, к тому, что вы играете? Ну это важный вопрос, да, как родители? Все приветствуют, потому что это творчество, это интересно, пусть не такое, как на сценах творчество, но мы надеемся, что нас скоро заметят и мы всем покажем классно. И родители тоже за? Да, они нас поддерживают. То есть, следующий раз так будет? Будет. То есть, вы готовите какой-то номер выйти и показать себя во всей красе? Да, мы хотим, но мы боимся после того случая, который с нами случился в метро, и мы теперь решаем, идти или не идти. Потому что придут злые тетеньки и снова нас растолкают. Вот, но мы надеемся, что в следующий раз все будет хорошо, мы соберемся силами и может уже завтра пойдем играть. Да, но получилось ли что-то, может быть, заработать уже какая-то вот... Ну да, какие-то деньги. Какие-то копейки на мороженое. А где вы репетируете, расскажите. Собираемся у друг друга в гостях, или у меня, или у Даши, и репетируем. А нет такого, что соседи начинают стучать по трубам? Хватит, хватит. Нет, такого нет. Стучат только в дверь и говорят, как вы красиво играете. То есть, все предпосылки есть к тому, чтобы вы выступали перед людьми и людям нравилось, да? Да, да. Мы играем с душой. Давай посмотрим, какие же эмоции вызывают уличные музыканты у наших телезрителей, да? Потому что я думаю, что уже есть какие-то ответы. Вот, например, Вероника нам пишет, Воробьева, лично мне это поднимает настроение. Екатерина Леонова пишет, это же классно. Каждый из уличных музыкантов может показать свой талант всем. Вот, наверное, как и в вашем случае. Да. А что вам именно нравится в уличных музыкантах, расскажите. Ну, когда мы проходим мимо них, появляется какое-то вдохновение, мотивация, поднимается настроение. Даже если какой-то хмурый день, ты заходишь в метро, и кто-нибудь играет какую-нибудь веселую песню, и сразу поднимается настроение. Нет, даже если ты знаешь песню, обязательно останавливаешься, начинаешь подпевать, да, и снимаешь это, выкладываешь в социальные сети. Все говорят, ой, как круто, а где они играют и приходят даже смотреть. Я предлагаю, я предлагаю вот вам что, девчонки, вы сегодня обязательно не покидайте нашу студию, потому что вы сможете за кадром познакомиться с людьми, которые наверняка смогут вам помочь в вопросе уличных музыкантов, да, настроить вас правильно, рассказать, где можно играть, где не стоит вам играть, и в целом прокачаться. Так что вам спасибо большое. Спасибо большое вам. Ну, а всех телезрителей мы хотим прямо сейчас познакомить с самыми известными и интересными музыкантами на улице. Давайте посмотрим. Минские переходы вблизи подземок – это одно из любимых мест, где собираются уличные музыканты. Здесь они могут найти своих любимых слушателей и, помимо этого, заработать дополнительную денежку. Вот только не все знают, что играть можно не во всех местах. Шесть часов вечера. Все спешат домой с работы, а кто-то на нее только выходит. Вот, к примеру, музыкальное трио из перехода на Комаровке. Девчонкам нужно успеть занять место, подготовиться и начать играть. Говорят, что для них это в первую очередь заработок. В первую очередь все-таки деньги и творчество. Поскольку это наша будущая профессия, можно как-то возмещаться и творчество, и деньги. А в это время, в другом конце перехода, Кирилл уже успел порвать струну на гитаре. И концерт на сегодня для него закончен. Несмотря на скверное настроение, он согласился рассказать, почему играет в переходах. Хочется кушать, но и при этом занимаюсь тем, что мне нравится. То есть, это какая-то комбинированная ситуация. То есть, с одной стороны, да, деньги зарабатываешь, с другой стороны, ну и, как бы, занимаешься тем, что хочешь, и тем, что нравится, то, что в кайфе. Плотность уличных музыкантов в переходах растет с каждой минутой. Все тот же переход на Якуба Колоса. А мы встречаем еще одного исполнителя. Спрашиваем, не мешают ли музыканты друг другу. Бывают, конечно, залетные какие-нибудь, скажем так, гастролеры, которые не уважение ни к себе, ни к другим. Но, как правило, мы договоримся с музыкантами, все в порядке. В это же время, но уже на улице, играет один из самых известных минских уличных музыкантов. Андрей далеко уже не студент. Но каждый день выходит к остановке возле торгового центра. Говорит, людям нравится. И действительно, играет так, что хочется остановиться и послушать. Ближе к семи вечера на Немиге появляются колоритные ребята из Марокко. Говорят, что играли много где. Как нам удалось выяснить, каждый идет в переходы со своей целью. Кто-то ради денег, а кто-то с надеждой, что его заметят, и переход останется в прошлом. Главное, что нам объяснили музыканты, эта ниша открыта абсолютно для всех желающих. И для тебя в том числе. Ну вот, ну вот, разве такие люди, жители, музыканты уличные не нужны нашему городу, а? Видишь, однозначно, они добавляют какой-то харизмы. Ну смотри, вот если песня какая-то, музыка не нравится прохожим, но ты же все равно ее слышишь. Да и толпа стоит, пройти невозможно, не знаю. Все-таки вот я пока что держу свои позиции. Я предлагаю вот что. У нас в гостях появился как раз следующий участник нашего проекта. Вот ему ты сможешь задать все интересующие вопросы, потому что это борец за права всех уличных музыкантов. Основатель проекта «Пешеходка» Владислав Пинчук. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, здравствуйте. Видели наш видеофрагмент, может быть, узнали кого-то из музыкантов? Да, есть участники нашего проекта, которые играют и в «Переходах», и на «Верхнем городе». То есть, в принципе, лица были как раз знакомы в сюжете который? Да, да. Хорошо. А кто обычно играет? Это студенты, это учащиеся школы? Вот это важный момент. Я предлагаю вообще разобраться, кто эти люди? Это люди, которые, не знаю, ищут возможность заработать денег? Это бездомные? Наоборот, это творческие люди, которые хотят реализовать себя? Это, в первую очередь, инициативные ребята разных возрастов. Есть и взрослые люди. Большинство из них, конечно же, работает на основных работах, но музыка – это для них творчество. Есть у нас в проекте мужчина, который играет на банджо. Банджо? Банджо, да. Это редкий инструмент для нашей страны, для города, тем более на улицах города. Это может быть там где-то, может, в музыкальной школе учиться. Он не учился на банджо. Ему просто очень нравится банджо. И последнее время, с учетом даже нагрузки на работе и других каких-то жизненных моментов, он все равно тратит массу времени на то, что найти необходимые ноты, аранжировки для банджо, чтобы сыграть что-то еще и что-то новое. Я сейчас подвисла, как это выглядит. Для меня, для Танюш, что такое банджо? Как для дилетантов. Стиль кантри, представляете? Представляем. Струнный инструмент, который чаще всего ассоциируется с ковбоем, прекрасной пустыней и... Я уже забыла сказать. Нечто похожее на гитару, но, в общем-то, не гитара. Это банджо. У него оригинальное такое колоритное звучание, чаще всего используемое в стиле кантри или что-то близкое к этому. И он есть у нас в Минске и где-то выступает, да? Да, да. То есть много людей, вы говорите, есть, у которых есть основная работа, но, тем не менее, люди приходят и занимаются своим хобби, можно сказать? Конечно, потому что это интересно, им нравится это развитие и себя, и, в принципе, город оживает благодаря... Хорошо. Мы, в принципе, выяснили, что вот эти люди, которые играют на улицах и в переходах, это, в принципе, взрослые люди, у которых есть основная работа, то есть это не бездельники. А как было раньше, вот пять лет назад? Давайте посмотрим, что было пять лет назад и что сейчас? Какие изменения произошли за это время? Может, какие-то проблемы были тогда, а сейчас стало полегче. Да. Ну, мы становимся известнее, музыканты уличные становятся известнее, естественнее живут на... существуют на улицах города, на верхнем городе, в переходах, и, соответственно, ну, как-то популярнее. А когда-то, да, мало музыкантов играло, я не могу сказать, что совсем мало играли, всегда это испокон веков на улице, уличное творчество сродни площадному искусству, как ни крути, это оно всегда было, есть и будет развиваться просто, ну, в рамках, в разных ситуациях, в разных городах это происходит по-разному, даже в одной стране в разных городах это происходит по-разному. Да, как-то начиналось это достаточно давно, еще, когда была Карла Маркса, пешеходная территория такая была, улица. Зачем вы по-больному-то, а? А почему по-больному? Интересно, наверное, что, ну, не совсем удобная территория, ты понимаете, вы рассуждаете... Карла Маркса? Да, для проведения мероприятия как такового, в принципе, потому что это жилые кварталы. Жилые дома и люди. Но сейчас Верхний Город, по-моему, отличный вариант. Нежилой, нежилой, это все-таки исторический центр, это музеи, это заведения, это концертный зал Верхний Город, это центр не только такой культурный, но еще и религиозный, то есть это все способствует для того, чтобы на этой территории можно было окунуться в атмосферу какого-то праздника, отдыха и настроения. Хорошо, а вот если в других городах, там нет Верхнего Города, ну, уличные музыканты, кроме Минска, присутствуют же где-то? Присутствуют, играют, и другие города также выходят на связь с Минском, выходят на связь с пешеходкой. Что такое пешеходка, давайте сразу. Подобрались к этому. Пешеходка. Музыкальный проект, который нацелен на развитие такой атмосферы, культуры, музыки в городе, естественной музыки, которая звучит с разных локаций, с разных точек, не только в концертных залах, но и вот на Верхнем Городе, но и в подземных пешеходных переходах с этого года, в подземных пешеходных переходах нашего города. Вот, как-то развиваемся, стараемся преподнести лучшее. Надеюсь, что у нас это получается. Да получается, конечно. Владислав, у нас был такой комментарий в нашем интерактиве. Девушка закончила музыкальную школу по классу, по-моему, скрип, или скрипки, или балалайки. Скрипка или балалайка. Как ей стать уличным музыкантом? С чего начать? Кому звонить? Кому писать? Все просто. На сегодняшний день, день, так сказать, цифровых передовых технологий. Звонить не обязательно, но если очень хочется, то можно с легкостью найти контакты. Есть сайт пешеходка.бел. Там есть и телефонные контакты, но самое простое, там большая-большая кнопка «Подать заявку». Заполняется форма заявки, ну и надо... Чтобы стать уличным музыкантом, нужно куда-то подать заявку? Надо рассказать о себе. Надо в идеале еще аудио-видеоматериал прикрепить, чтобы ознакомиться и что с этим делать. Проект «Пешеходка» — это не только соло какой-то или там дуэтик-трио музыкант, который нацелен играть исключительно в переходе или в каком-то там маленьком закуточке. Это и территория верхнего города с большими еженедельными фестивалями. Соответственно, ну, большая группа, пусть молодая, не самая профессиональная, но которая желает выступить. Но в переходе это будет немножко, ну, не тактично, как минимум. А скажите, пожалуйста, вот все участники, которые входят в пешеходку, это все люди с музыкальным образованием или, может быть, просто самородок? Взял гитару, научился играть. Подал заявку. Подал заявку. Такое можно? Именно так. И мало того, что подал заявку, еще прошло прослушивание. В этом году состоялась, ну, такая первая практика открытых прослушиваний в начале сезона на верхнем городе. Открытие сезона, как таковое, состоялось. И вот приняли участие, те, кто приняли участие, получили на сегодняшний день возможность принимать участие в пешеходке на верхнем городе непосредственно. И музыкальная карта нашего города — это территория подземных пешеходных переходов. Музыкальная карта? Да. Это те места, где можно играть? Да. Да. А вот она у нас как раз есть. Я запущу, да? То есть ратуша, да? Это вот самый центр города? Это да, это территория верхнего города. Соответственно, на ратушу происходят самые большие, массовые, такие интересные события города, фестивали, и там играют профессиональные, интереснейшие проекты проводятся, классика, джаз, дни национальных культурах. Ну, много чего интересного. У нас еще есть много вопросов, которые мы обязательно зададим вам после небольшой рекламы и расскажем вам, дорогие зрители, как стать популярным уличным музыкантом. Не переключайтесь. Это пин-код, мы снова в нашей студии. И сегодня мы пытаемся разобраться, кто такие уличные музыканты. Это беспредельники, которые мешают бездельники, либо это таланты большие. Перед уходом на рекламу мы начали говорить о пешеходке, о таком музыкальном проекте, поэтому давайте сразу покажем небольшой видеофрагмент, вообще, что такое пешеходка, да, и как он проходит в нашей столице. Так, вот это вот ролик, это та атмосфера, которая царит на пешеходке, правильно? Да. В каком районе? Территория верхнего города, практически. Это весь верхний город. Весь верхний город, в любой дворик можно зайти и увидеть что-то интересное. Ход туда платный, бесплатный, как там оказаться? Абсолютно бесплатный. Любой желающий может прийти в 10 лет, либо в 40. Конечно, конечно. А сколько здесь людей? Очень много. Несколько тысяч. Здесь несколько тысяч людей? Да, просто сезон. Как люди вообще узнали, что вот такое мероприятие проходит? Ну, как узнали? Старались. На это работали многие люди и многие организаторы и организации, в том числе, при поддержке. То есть есть какие-то афиши? Конечно. Основное, конечно, сейчас анонсирование идет в соцсетях, но потому что так быстрее, оперативнее можно инфицировать. Информировать людей. Но без поддержки как и технических служб, так и Мингородсполкома, так и инициативных ребят, которые инициировали такие события в этом городе, ну, конечно, трудно. А скажи, пожалуйста, вот на видео мы видим, как люди танцуют, радуются. Это не уличные музыканты, да? Это просто кто пришел? Это уже... Зрители. Да. Ну, а вы как будто бы профессиональные кавер-бенды или... Нет, кавер-бенды. У нас приветствуется, в первую очередь, конечно, авторская интереснейшая музыка и цель продвинуть именно такую нашу музыку. Это только с 18 лет? Ну, совершенно летние, конечно же, должны быть, потому что это все-таки сцена, но при этом на территории верхнего города, на других площадках, к примеру, музыкальный переулок, мы приглашаем ребят, которые желают выступить и все-таки что-то интересное могут представить. Вот, и которые, к примеру, если ты большой талант, тебе 15-16, да, но ты виртуоз, то есть можно написать, как-то обратиться, где-то вы... Конечно. Ну, вот важный момент, но ты виртуоз, но не на такой степени, что прям виртуоз, виртуоз, но на самом деле сегодняшний день уже требует такого момента, что надо представлять нечто большее, чем просто играть на каком-то инструменте. Надо что-то интересное, практически шоу. Может быть, там, играть на гитаре с завязанными глазами или предлагать еще что-то более интересное, там, или виртуозное владение не просто на звук, но еще зритель хотел бы увидеть, как эти пальцы по клавишам бегают, с какой виртуозностью. То есть надо что-то преподносить себя, тогда это может стать интересным. Тогда уже рамок, как бы, возрастных тут уже не первая очередная. Хорошо, допустим, есть у нас вот такой человек, там, ему, например, 13 лет. Он может так выступить? Может. Но сначала надо придумать, как это преподнести красиво. А выступление, вот момент, когда музыканты выступают, их могут зрители благодарить? Да? Нас благодарят регулярно, у нас зрителя много и отзывов. А я имею в виду финансовую точку зрения. Вот это как? Ну, в первую очередь у нас музыкальный проект. Так. И цель у нас именно такая, продвигать музыку, в первую очередь благодарность, это благодарность. А мы продвигаем свое видение хорошей музыки, хорошей интересной культуры. То есть это остается на усмотрение зрителей? Либо есть какое-то место, куда вот я могу принести монетку и положить ее? Поскольку это не сама цель всего проекта, поэтому это все на усмотрение происходящее. Но, тем не менее, заработать можно, будучи вот в этом проекте или нет? Еще раз повторюсь, цель проекта не заработать. Это важно. В общем, вот, в общем, понятно, что главное это музыка. Влад, хорошо. Поговорили о положительных сторонах, но вот бывают всякие такие казусы, например, не знаю, там брали какие-то... Уаса, вот расскажи, перед эфиром ты мне рассказывала, когда ты спешила по своим делам. Да, допустим, смотри, вот мне надо было перейти из точки А в точку Б через пешеходный подземный переход. Спускаюсь я туда, а там стоит какая-то группа музыкантов, возле нее толпа людей. Играли хорошо? Да, играли хорошо. Музыка красивая, то есть я сама даже заслушалась на несколько секунд. Но мне нужно было быстро пройти, потому что я спешила. И я через эту толпу людей пробиралась очень долго. Но на самом деле это неудобно. Правильно ли позицию занимают музыканты, что вот стоят в переходах, занимают почти целый переход? Может быть, им нужно выбирать какие-то большие концертные площадки, я не знаю, или играть на улице? Может быть, Статьяна, вам нужно по другим переходам ходить? Может быть, да, мне нужно построить свой переход. Ну, я так и отвечу. Во-первых, в любом случае вы могли бы не обязательно через толпу проходить, да? То есть музыканты-то играют на свободной площадке. Я понимаю, что это сцена, но улица позволяет создавать условности сцены. Если вы пройдете мимо музыкантов, я думаю, сильно они не огорчатся, но это раз. Во-вторых, ну, в принципе, когда разрабатывался в этом сезоне проект и непосредственно музыкальная карта Минска на пешеходных переходах, именно там внутри, конечно же, надо было согласовать конкретные точки, где не будет мешать пассажиропотоку. Кроме того, все-таки работники метрополитена и ответственные люди могут остановить, прервать выступления музыканта именно с целью безопасности. Если я не мешаю. Да, да, потому что, ну, это первоочередное. То есть музыка — это хорошо, это здорово, но создавать какие-то опасные ситуации нет необходимости. Именно поэтому мы не играем в час пик. С 5 до 8 в это время музыканты в проекты «Пешеходка» не выступают на площадках, потому что, ну, это самый большой пассажиропоток. Выбирали станции, на которых можно переходы именно с этой точки зрения, где это будет оптимально. То есть я так понимаю, что есть определенные места, вот согласно музыкальной карте, да, где музыкант может прийти в любое время? Я могу вот сейчас взять гитару, пойти, или там есть какой-то хронометраж, когда ты выступаешь, сколько это? Определенно. Есть свои уже устаканившиеся такие порядки, которые, ну, надо соблюдать, чтобы не создавать проблем окружающим, не создавать неудобства тем работникам, которые работают на территории переходов. В общем, если ты хочешь быть добросовестным уличным музыкантом, ты должен состоять в проекте «Пешеходка». Вот я только что понял, мне кажется, именно это. А вот какие эмоции у наших подписчиков вызывают уличные музыканты? Давай узнаем прямо сейчас. Нам пишет Илона. Проявление таланта – это всегда прекрасно. Не каждая смелится выступать в общественном месте и отвечать на реакции людей не всегда хорошие. Это смелые, самоотверженные, а главное – талантливые люди, которых нельзя не уважать и не восхищаться. Я еще вот хочу показать фотографию. А вот смотри, какое шикарное фото Максим с ачивкой, она прислала. Это не в Минске, это не в Минске. Максим, напиши, где же это в твоем городе? Очень интересно, колоритно. Какие ребята этих музыкантов? Лично не знаком, но наблюдают, очень интересуются происходящим. Они играют, да, на самом деле, по городам. Мы хотим, чтобы они были в пешеходке, это возможно. А это в первую очередь они должны захотеть. Ребят, захотите, посмотрите, пожалуйста. Это очень здорово. Итак, Мария нам пишет. Максим, мне редактор подсказывает, он из Жлобина. То есть ребята поехали в Жлобин. Уже в Минск настолько много уличных музыкантов, что приходится по другим городам ездить и радовать других жителей. Но это круто, это очень здорово. И пусть пешеходка, мне кажется, тоже расширяется. Пусть она будет не только в Минске, пусть охватывает все-все-все области. Давай дальше глянем. Мария нам пишет. Не подворачивай, да. Талантливые люди не всегда могут стать известными. Но делиться тем, что им нравится, они могут на улицах. На самом деле это круто. Татьяна Денисковец пишет. Без уличных музыкантов на улицах станет скучно. Хоть и не все уличные музыканты великие таланты, но лучше пусть играют и поют, чем занимаются разбоями и грабежами. Что вы по этому поводу думаете? Ну как, музыканты в первую очередь творческие люди. Поэтому я не думаю, что это как-то связано. Но у каждого свое видение ситуации. Наши участники проекта все очень интеллигентные, подкованные широкими взглядами на культуру и на музыку в том числе. То есть они играют от классики до современных и каверов в том числе. И свое авторское, что вполне интеллектуально, интересно и вызывает интерес. Главное, что у публики. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости. Рассказали о таком интересном и замечательном проекте, как пешеходка. Я думаю, уже за пределами камер вас ждут наши девчонки, которые обязательно захотят с вами пообщаться. Ну а прямо после рекламы мы расскажем тебе, сколько может заработать уличный музыкант. Не переключайся. Это снова Пинкод. И мы делаем все возможное, чтобы Татьяна Матусевич стала по-другому относиться к уличным музыкантам. Ну как, рассказывай, что произошло за вот эти 30 минут эфира с тобой? Ну тоже получше как-то. Начинаю все-таки я им импонировать больше-больше. Мне еще кажется, что сейчас еще с одним гостем пообщаюсь и прям точно буду за уличным музыкантам. Есть у нас для тебя такой гость. Мы столько времени уделили, обсуждая пешеходку. А сейчас хочется вас познакомить с человеком, с которым наше знакомство произошло прямо на улице. В переходе мы снимали сюжет для сегодняшнего эфира и познакомились с таким замечательным музыкантом Игорем Петренко. Игорь, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Расскажи, сколько ты уже считаешь себя уличным музыкантом? Музыкантом себя считаю всю жизнь. Уличным музыкантом себя считаю в 6 лет. Ну с момента, как я вышел, собственно, на улицы родного города. Ты начал с пешеходки, да, 6 лет назад? 6 лет назад пешеходки, как таковой замечательной организации, еще в помине не существовало. Я начал с так называемого андерграунда, с пешеходных переходов. А во сколько первый раз ты вышел на улицу играть? В каком возрасте? В каком возрасте? 6 лет назад. Мне 27, 6 лет назад. А, то есть 21 примерно? 21 год. А для чего ты это сделал? Тебе очень нужны были деньги, тебе не на что было кушать, тебе хотелось там позволить сходить с девушкой в кино. Знаете, различные факторы. В первую очередь я хотел самореализации как музыкант. Я тогда не играл ни в одном из музыкальных коллективов. Я хотел как-то поддерживать свою форму в каком-то новом ключе. В то время я уже играл на ударной установке, но решил реанимировать свои какие-то вокальные данные. Взял гитару в руки, позвонил товарищу, говорю, пойдем в переход песни петь. Может быть, даже какую-то копеечку сможем в кармане заиметь. Ну, это было не первопостепенно. Мы хотели просто новых ощущений, как говорится. Мы были молоды и полны сил. Вот. А копеечку хоть получили? А ощущения копеечки, да, было? Ну, скажем так, у нас люди в стране очень добрые, очень отзывчивые, очень чуткие, очень хорошо отзываются на творчество. Какую-то копеечку поедали. Ну, вот первый раз, когда ты вышел, было страшно. Вот вообще, чего ты ожидал от вот этого первого выхода? Как и любые другие ощущения от какого-то первого действия, страшно, знаете, в чем, как для любого артиста. Для любого артиста страшны такие пункты, как забвение и абсолютная равнодушие к его творчеству. Да, было страшно, страшно выступать. У меня была практика выступлений на сцене, у меня была практика выступлений перед толпой людей. И, естественно, в первый раз, когда ты не имеешь ни опыта, ни практики, когда все идут мимо совершенно, твой голос растворяется, твой посыл, энергия растворяется в толпе. Ну, это не то чтобы страшно, это расстраивает. Я понимаю, что у Игоря большой опыт. Игорь, расскажи, пожалуйста, а вот за то время, пока ты играешь на улицах, либо в переходах, были какие-то казусы, неприятные ситуации? Вот мы сегодня пытались узнать, что было пять лет назад и что сейчас. Смотря что вы имеете в виду под словом неприятные ситуации. Между музыкантами. Между музыкантами конкретно. Инструменты отбирали, вырубали микрофон, колонку, выгоняли вообще. Никогда. Ни одной ситуации. У нас все очень культурно. Люди у нас все интеллигентные, хорошие, чуткие. Но борьба за место, я не знаю, в одном переходе иногда бывает. Никогда. Пришел и сказал, а это я здесь должен в три часа стоять. Что это ты здесь находишься? Никогда. Может быть, что-нибудь такое и было в 90-х, когда пала огромная мощная эпоха, когда у людей не было чутушь. Я предлагаю, знаешь что, у нас для себя специально. Мы знали, что ты и так будешь отвечать. У нас для тебя есть небольшое видео, которое мы хотим показать. Это произошло не в Минске. Мы сразу сделаем оговорочку. Два муличных музыканта поспорили, мы называем это за место под солнцем. Вот мы видим как раз это видеозапись перехода. Они спорят, ругаются и с помощью рукоприкладства, с помощью саксофона, я бы даже более точно сказал, они поспорили. На видео здесь видно, что завязалась драка. Вот как ты это прокомментируешь? Я это прокомментирую. Отсутствие воспитания у человека в довольно-таки уже преклонном возрасте и отсутствие воспитания у молодого человека. Всегда можно конфликта избежать и не прийти к нему. В разные концы перехода стать и все. Как минимум. Я предлагаю тебе, знаешь, чтобы ты с нами сейчас посмотрел один сюжет, который мы подготовили, и с помощью этого сюжета узнаем, ну сколько уже может заработать уличный музыкант за один час работы. Многоуважаемая публика, судите кто сколько может скромным тружеником массовой культуры. Можно ли заработать на своем таланте? Чтобы это выяснить, наш постоянный зритель Олег решил подарить себе минуту славы прямо на улице. На знакомые аккорды потихоньку собралась публика. Люди слушают, обсуждают, поднимают вверх большой палец, но финансовую сторону вопроса упорно игнорируют. Щедрых миломанов нашлось немного. Если у людей есть свободное время, у них есть талант, то почему бы не играть? Это поднимает настроение, и хорошая музыка, приятно слушать. Мне кажется, что это весело, это как-то разбавляет всю остановку. Музыка звучит все громче, а желающих отблагодарить исполнителя рублем все меньше. Золотой запас Олега не спешит пополняться. Как тебе хлеб уличного музыканта-то? Ну, это вопрос сложный вообще, люди неоднозначно реагируют. Если играть просто со своим инструментом, с любимым, то как-то слабо. Здесь как-то холодновато принимают, я бы сказал. В Москве на Кузнецком мосту был опыт, и там я фактически заработал себе на обратный билет. А что если сменить тактику? Наш музыкант оставляет инструмент и идет к наступлению. Долго подталкивать минчан к проявлению щедрости не приходится. Вскоре первые монеты таки падают на дно кепки. Видно, бедствует. Надо чем-то помочь, наверное. Когда неплохо поет и самому захочется дать свою денежку. Но такое желание зарождается далеко не у всех. Ходить с протянутой рукой пришлось долго. Правда, справедливости ради отметим, что к концу нашего импровизированного концерта кепочка слегка потяжелела. У кого-то явно удивление, кто-то вообще напросто игнорировал. Бои такие, типа... Если говорить о сработанных деньгах, то, конечно, эффективнее навязывать свои услуги, так сказать. Но для души все-таки я предпочитаю играть на гитаре. Хотя бы для себя, но чтобы не доставать людей. Тем более, что сторонние наблюдатели тоже бывают очень щедры. В принципе, если постараться и взять колоночку, так, чтобы под игровое какое-нибудь произведение. Макса Коржа сейчас люди любят петь. Ну, 400 рублей знакомые зарабатывали. А вот классику прохожие оценивают не так охотно. За два часа активного и пассивного музицирования Олегу удалось собрать чуть больше трех рублей. Кстати, артист, исполняющий современные хиты в соседнем переулке, тоже не особо обогатился. Похоже, уличным музыкантам нужен не только талант, но и удача. Без нее заработать на хлеб с маслицем способны лишь редкие экземпляры. Но ведь играть бескорыстно никто не запрещает. Видно, бедствует, говорит один из прохожих. Но мы сегодня уже выяснили, что не все уличные музыканты бедствуют. У них, у большинства, есть основная работа. А вот поиграть в переходе – это всего лишь хобби, правильно? Вот у тебя, Игорь, как? Ну, в моем случае это и хобби, это и один из способов поддержать свою форму как музыканта. Расскажи, вот мне интересно, как люди в большинстве своем реагируют на музыкантов? Они хотят им помочь, потому что думают, что нуждается в финансовой помощи музыкант? Либо это все-таки благодарность за творчество? В большинстве своем это, безусловно, благодарность за творчество. Крайне редко подходят люди, спрашивают женщины в преклонах возрасте. Холубок, тебе есть где жить? Я говорю, женщины, спасибо большое, все в порядке. Вы не подумайте. Интересно. Игорь, а может быть ты хочешь сменить все-таки подземный переход на большую сцену? Любой человек, связанный с искусством, мечтает о мировом признании. Призвании. Если это какая-то совсем специфическая личность. Многие люди мне говорят, что ж вы себя не пробуете на других сценах. И я могу тебе это сказать, потому что я видел, как ты играешь в переходе и поешь. Я говорю, очень за, но всегда нужно задавать себе вопрос, а стоит ли? Нужно ли это человеку? Ибо, как гласит народная мудрость, бойтесь своих желаний. Понимаете? Вот я, можно, перебью на тихоночку. Ника вот нам писала в нашем интерактиве. У нее есть друг, который начинал с переходов, а теперь он собирает залы. То есть, в принципе, переход это отличная площадка, чтобы себя показать, чтобы, возможно, еще научиться чему-нибудь, а потом, эх, выйти и действительно, может быть, добиться чего-то вот прям колоссального такого. Все зависит от тех целей, которые себе ставит человек. Кто-то выходит в переходы специально с ушлыми мыслями заработать себе денег на выпивку или на питание. Кто-то выходит продемонстрировать свое творчество. Я выхожу, как я уже говорил, поддержать себя как в музыкальном плане, в форме. А было ли у тебя когда-нибудь такое, вот ты пришел, да, но инструмент не достал? Ну, не знаю, настроения не было, да, или еще что-то. Безусловно, безусловно. Бывают такие моменты. Ну, в первую очередь, это моральное расположение духа. Бывает, приходишь и... Ну, не лежит душа, понимаете? Голос не поет, медиаторы ломаются. Ну, мистика, скажем так. А что бы ты мог посоветовать нашим первым гостям, двум девчонкам, которые хотят, но вот у них произошла такая ситуация, да, неприятная, когда они вышли, и все, уже боятся? Я бы посоветовал данным людям до исполнения 18-летнего возраста пойти в какой-нибудь кружок самодеятельности. И я более чем уверен, если они будут преуспевать в музыкальном плане, у них будет возможность выступить не в подземном переходе, а на большой сцене... Где-то на большой сцене? На большой сцене Минской филармонии, если уже так пошло. Какие эмоции вызывают у наших подписчиков уличные музыканты? Нина нам пишет. Я за уличных музыкантов. Среди этой суеты можно услышать любимую и приятную музыку. А вот посмотри, я вижу, что 99,9% комментариев, это все положительное. Ну вот, посмотри, Саша Кургун пишет. Нам, Гродницам, не нужны уличные музыканты. Ты был сам, Гродно? Был. Так, а почему? Там к музыкантам по-другому как-то относятся? К музыкантам, к талантливым музыкантам, тем, которые не нарушают общественный порядок, относятся везде положительно. Вне зависимости от города, страны и языка. В любой бочке меда есть своя ложка дегтя. Надя, нам опять пишет Сидун. Пела в переходе один раз, не собрала деньги, но ловить на себе эти удивленные взгляды более чем приятно. Ну вот видите, о чем я говорю. Все в зависимости от той задачи, которую ставит себе человек. Вот у Настя еще Кондратчик пишет. По-моему, это немного попрошайничество. Я вот с ней не согласен. Скажи, как мы тебя за эфир сегодняшний пин-код смогли переубедить, что уличные музыканты – это хорошие люди? Ну почти. Давай посмотрим итоги нашего голосования. Все-таки кто солидарен с тобой, кто солидарен со мной. Обновляем. Итак, нужны ли вашему и нашему городу уличные музыканты безоговорочная победа? Безоговорочная. 86% говорят, что да, уличные музыканты нужны. И уличные музыканты важны. Так что пересмотрю я свои позиции. Я хочу сказать спасибо Игорю за то, что ты пришел к нам и рассказал про свое творчество, тебе дальнейших успехов и покорения тех высот, которые ты сам себе желаешь. Очень хочется тебя увидеть на большом экране. Благодарю. Это была программа «Пин-код». Жан Синкевич, Татьяна Мастевич. Пока-пока. Пока. Со вторника по пятницу в 15.20 на «Беларусь-2» говорит и показывает «Пин-код». Ты – рафинированный эстет, но живешь в населенном пункте с небольшой численностью населения? Ты чувствуешь, что сходишь с ума от несоответствия внутреннего состояния объективной реальности? Будем тебя спасать в пятницу, 25 августа. Это «Пин-код». Смотри, не пропусти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова